Иногда нам, людям, сирым да глупым, малообразованным, нужны эксперты. Эксперты типа толмачей, они нам всё объясняют. Я помню, как партия регионов использовала некоторых экспертов, потом вскрылись, когда амбарные книги, оказалось там одному 500 тысяч, другому миллион, за то, чтобы они рассказывали, как всё хорошо. Ну и когда всё настало очень хорошо после Майдана, наверное, партия регионов почухала свои затылки и подумала, что да, за что же мы платили. Но мы сейчас говорим не о тех экспертах, которые канули в лето, слава богу, а о новых экспертах. Знаете, я в последнее время смотрю только два телеканала, если украинских, потому что остальные превратились в полный абсолютный кизяк и отстой. И даже фейки там уже невкусные и вообще какая-то бредятина, полная бредятина. В общем, включаю я канал в надежде на то, что эксперт мне всё разъяснит. Политичный эксперт Валентин Бушанский в нашей студии. О, дядя Валя, вот ты мне как раз и нужен. Про то, что с 24 грудня мав почати діяти режим тиши, у нас берегается напруженою, так. Истеричный смешок эксперта уже меня немножко напряг. Как-то слишком истерично вроде бы, но знаете, у каждого человека. Кто-то попукивает, кто-то грызёт кончики пальцев, а тут смешок. В связи с чем-то такое загострение? Путин маньяк. Он псих и придурок. И на него чекает гагахский трибунал. Опачки, всё. Теперь я многое узнал о Путине. Псих и придурок его ожидает гагахский трибунал. Всё. Можно, в принципе, после этого было уходить, но эксперт продолжил. Это, смотрите, это рядовой эксперт на не самом худшем украинском телеканале. А как вы думаете, а что на него вплинуло? Я не знаю, что на него вплинуло. Может, полный месяц. Может, чему-то убився, может, что-то вкололся. Может, укололся. Путин. Путин укололся. Слушай, может быть, какое-то другое всё-таки объяснение есть. Более экспертное. И он маньяк и псих. Уф. Ну, про маньяка и психа уже было. Дальше эксперт рассказывает, как долго будут продолжаться там безобразия всякие на Донбассе. Убивства на Донбассе триватимут до бесконечности. Я наголошу их. Не до завтра, не до сегодня, не до инаугурации Трампа, не до смерти Трампа. Это он ещё ведущую не оплевал. Чуть позже оплюёт. И он уже мастерски подвязал Дональда и инаугурацию Дональда, и уже смерть Дональда под убийство на Донбассе. Но они не остановятся, потому что Путин маньяк. Мы же уже слышали. А мы, оказывается, идём в Евросоюз. Мы всё ещё идём. Эксперт, экспертное мнение, вы понимаете? Что там ещё о Путине известно вам? Эксперт. Отрывает мухом крылышки. Ну да, эксперт уже говорил, что он псих. И маньяк, да? Ну вот уже, вот уже ведущая оплёвана, а он продолжает рассказывать. Рассказывает уже про извращение. Обратили внимание на лицо журналистки? Она в таком же шоке пребывает, как и я пребывал в шоке. Застыв, знаете, с пирожком возле телевизора, потому что это утренний эфир. Я думаю, да ладно, серьёзно? Это всё сбочение. Давай, давай, распаляй себя, эксперт. Распаляй твое экспертное мнение. Жжёт напалмом. Доктора, доктора, у него щас подуча начнётся. Ааа, почему мы должны отрезать Пинчуку голову? Ну, написал он статью эту и написал. И что, почему надо отрезать Пинчуку голову и сказать статус-кво? Что? Опять хотел сказать сбочение, но выбрал всё-таки слово идиотизм. С трудом подбирает слова, потому что повторяться не хочется в своих оскорблялках. На месте журналистки я бы убрал тяжёлые предметы со стола. Фух, эксперт, эксперт, ну теперь расскажи нам, эксперт, по поводу нашей внешней политики. И он начинает рассказывать. Начинает рассказывать про Климкина и рассказывает при этом про заточенные карандаши. Я уж подумал, когда он начал говорить, там, вот карандаши у вас такие. Я думал, сейчас возьмёт этот карандаш, да как в глаз, ставит этой девочке, журналистке, вставит и провернёт. Вот у вас, понимаете, не загостренный олевец. Мне дали, не загостренный олевец. А знаете, чему? То, что у вас не работает Климкин. А у Петра Порошенко в канцелярии все олевцы загостренные. Чему? То, что Климкин, у него великий специалист загостревать олевцы. Вы что-то поняли про Климкина, который точит карандаши? Я не понял глубины метафоры. Возможно, ну мы же глюпые. На то он и эксперт, чтобы так говорить. Но я думал, что эксперт нам что-то разъяснит. А он наоборот туман у такого напустил. Но дальше мы уже знаем слова. Узнаём уже слова, определения. Вот первый, сумасшедший. Вот другой, фрик. Вот третий, конченый пидарас. Дальше про Порубия. Не скрою, мне понравилось. Лучше бы он, говорит, пообещал правильно выговаривать все звуки. Полубий, ты на него обиделся? Палата номер шесть. Вот давайте, давайте начнем. Вот, Порубий, да? Краще бы он пообещал правильно вымовлять звуки. Ещё давай. Про идиотов. Эксперт. Я думал, что он реально бухнется там и засучит ножками. Знаете, потом... Наш эфир прерван. Мы покираем народных депутатов за кнопкодавство. Ты идиот. Журналистка уже это вставила, и она просит его выбирать немножечко выражение. Немножечко! Слишком редко, как на мой взгляд, звучало определение идиоты. Надо больше. Мы отберем гроши Януковича. Мы приймем закон и отберем гроши Януковича. Идиоты! Гроши Януковича может отберуть... Пане Валерий, да? Наши динты дивляться, ты я таранку. Летели слюни на журналистку. Давай уже, давай. Он или себя распалить хочет уже, мне кажется, у него эрекция. И когда народный депутат говорит, чтобы приймем закон по конфискации активов Януковича, то он или тупый, или брехун. Можно, конечно же, сказать, что человек пребывает в состоянии какого-то нервного возбуждения. Возможно, перепил кофе. Возможно, сознанием дело говорит о том, что кто-то там что-то там уколол себе или еще что-то. Но ведет он себя не вполне адекватно для эксперта. А ведь он именно в качестве эксперта приглашен. Он объяснить должен все. Он объясняет. Но Путину повезло. Не один он маньяк. Газ, его взрывается уже. Истерика, истерика. И журналистка, вместо того, чтобы вызвать врачей, специалистов, интересуется его экспертным мнением. Вы же помните, что это эксперт. Как он относится к заявлению Эштона Картера? Он же эксперт. Так, как можете ее прокоментировать, снова же так? Что-то за этой заявкой может быть какие-то конкретные действия? Ну, что я могу сказать? Под кинезь своей конденции пан Барак Обама раздуплився, что называется. Раздуплился, если вы вдруг не в курсе, то это синоним «отдуплился». Пане Валентина, давайте знову ж таки литературными словами все же таки будем висловливаться. Эксперт не знает, как литературным языком выразить то, что Барак Обама проснулся, пришел в себя, ну, прочее и прочее. И опять круг замкнулся и опять приходим к Путину. Но здесь уже новое определение. И только в студии канала Ньюс Ван сидит серьезный эксперт-аналитик, который все проанализировал. Дальше его легкий поверхностный, он может и глубже, я уверен, с использованием крепких слов, но он здесь просто в легкую проанализировал, как Россия создала проблемы с терроризмом. Разумеете, Россия створила проблему для Сполученных Штатов в виде терроризма и для Европы в виде терроризма. А теперь говорит, вы не вырежете эти проблемы, пока нас не посадите за всю переговору, а за это отдайте нам на знущение Украину. О, объяснил. Так ведь на самом деле я могу подтвердить его слова тем, что он до этого сказал, что Путин маньяк и просто хочет издеваться, издеваться над Украиной. Им просто это нравится, нравится. Для этого было все создано. Как Украина все-таки ценна, да? Цена для Путин. Создать такую спецоперацию, наводнить террористами Европу, террористическую проблему создать для Штатов и только для того, чтобы заполучить Украину, чтобы издеваться над ней. Завершающее слово эксперта, как говорится. Припечатал. Мы уже когда-то показывали одни, ну, бековищего, мековищего барана. Мы показывали, мы показывали именно психически неадекватных, но вот этот пока что на сегодняшний день, завтра может быть будет хуже, но на сегодняшний день это просто, просто призер моих симпатий, знаете? А все почему? Потому что политическая аналитика в Украине – это дело очень нервное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова